Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги чисел, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Книга чисел нас напугала массовыми смертями израильтян за то, что они не покорны Богу, и не один раз, а несколько раз. И вот здесь начинают как-то выплывать из этой ситуации израильтяне. Вот что с этим делать? Предыдущая 18 глава была про долю левитов и священников. Это способ очистить свою, скажем так, хозяйственную деятельность. Человек отдает десяти, но этим самым он освещает то, что у него остается. А как ему очиститься от ритуальной нечистоты? Вот 19 глава дает рецепт. Мы уже поняли, что наказание за грех смерть. Ну, и бывает такая вещь, как заместительная жертва. То есть человек, который виновен в грехе, он подлежит смерти, но каким-то образом смерть жертвенного животного может его смерть заместить. Господь сказал Моисею Аарону, вот правила, предписанные Господом. Велится нам, Израилевым, привести к тебе рыжую корову, без изъянов и недостатков, никогда не бывшую под ермом. Это очень важно, то есть Богу отдают не старое больное животное, а вот то, которое, наоборот, наиболее ценное. И не бывшее под ермом, то есть на ней не пахали. Нельзя отдавать Богу то, на чем пахали. Это как бы получается Бог второй после тебя самого. Передайте его священнику Илиазару. Пусть ее выведут за пределы стана, тоже важный момент, все, связанное с освящением, производится за пределами стана, потому что это, ну, прикосновение к греху какое-то. И зарежут у него на глазах. А священник Илиазар пусть возьмет кровь коровы на палец и семь раз покропит этой кровью в сторону шатра встречи. Даже всего лишь в сторону, да, то есть вот эта кровь не касается шатра. Корову надо сжечь у него на глазах, сжечь ее шкуру, мясо, кровь и нечистоты. Она уничтожается полностью, да. Пусть священник возьмет кусок кедрового дерева из соп, из соп – это такое растение с зонтичными вот навершиями, лоскут багряной ткани и бросит в огонь, в котором горит тело коровы. Затем священник должен постирать свою одежду и совершить омовение. Вот он прикоснулся к этой корове, которая как бы приняла на себя грех. После этого он может вернуться в стан, но остается нечистым до вечера. Человек, сжигавший корову, также должен постирать свою одежду, совершить омовение. Он остается нечистым до вечера. Кто-нибудь, кто чист, должен собрать пепел коровы и перенести его на чистое место за пределами стану. Видите, вот это очень четкое разделение чистого и нечистого. Грех заразен. Вот он буквально передается через контакт с пеплом даже, например. Этот пепел должен храниться, чтобы община сынов Израилевых могла готовить воду очищения. Это очистительная жертва. Тот, кто собрал пепел коровы, должен постирать свою одежду и он остается нечистым до вечера. Прикосновение к тому, на что перенесена греховность, символически, тоже делает нечистым. Это предписание на веки для сынов Израилевых и для живущих среди них переселенцев. Ну и как этот пепел очищения использовать? А вот. Тот, кто прикоснулся к умершему человеку, будет нечистым семь дней. Смотрите, это не греховность. Я говорил греховность, я не очень точно говорил. Это не чистота, которая вот заразна. Потому что, ну, участвует в похоронах, разве это плохо? На третий день и на седьмой день он должен пройти очищение. Этим пеплом будет чист. А если он не прошел очищение на третий и на седьмой день, то не станет чистым. Смотрите, получается, что вот даже два очищения. Странно. Вот первое как бы предварительно. Тот, кто прикоснулся к умершему и не очистился, оскверняет скинью Господа. Такой человек будет отторгнут от Израиля. Он не был окроплен водой очищения, остается нечистым. Нечистота его пребывает на нем. Вот тоже такой достаточно важный момент, да, что нечистый не прикасается к... Вот вообще даже из стана изгоняется, да. Вот закон. Если в шатре умер человек, то всякий, кто войдет в шатер и всякий, кто находится в шатре, будет нечистым семь дней. Вот тоже даже прикосновение через воздух, но в одном помещении. Всякий открытый сосуд, сосуд, который не закрыт плотно, станет нечистым. Видимо, в присутствии мертвеца, хотя напрямую не написано. Всякий, кто на открытом месте прикоснется к убитому, умершему, костя, мертвеца или к могиле, будет нечист семь дней. Чтобы его очистить, надо взять пепел той сожженной очистительной жертвы и смешать его в сосуде с проточной водой. Пусть кто-нибудь, кто чист, возьмет из сопа, вот это зонтичное растение, окунет его в эту воду, окропит шатер все вещи и людей в шатре или того человека, который прикоснулся к костям, к убитому, к умершему или к могиле. Чистый человек должен окропить нечистого на третий день и потом на седьмой день, тем самым на седьмой день он очистит его от нечистоты. Тот должен постирать свою одежду и совершить омывение, и вечером будет чист. А кто стал нечистым и не очистился, тот будет отторгнут от общины. Он оскверняет святилища Господу. Он не был окроплен водой очищения, он нечист. Это им предписание во веки. Тот, кто окроплял водой очищения, должен постирать свою одежду. что всякий, кто прикоснется к воде очищения, остается нечистым до вечера. Все, к чему прикоснется нечистый человек, становится нечистым. Тот, кто прикоснется к нему, будет нечистым до вечера. Зачем вся эта мелочность? Вот умер человек, его похоронили. Причем здесь нечистота? Вот все-таки у людей есть представление. Вот мы знаем, надо мыть руки перед едой после туалета. Это в очень раннем возрасте детям объясняют. Ну, у этого есть сегодня объяснение вполне рациональное. Там микробы, грязь всякая. С умершим человеком, тем более, да, трупный яд или там заразная какая-то болезнь, от которой он мог умереть, это тоже все. Есть логическое объяснение. Но не только. Вот у человека все-таки есть такое внутреннее чувство чистоты, нечистоты, что нельзя смешивать чистое с нечистым. И вот эти правила книги чисел и других мест пятикнижия, они каким-то образом размечают вот это пространство смысла. Да, и подчеркивают, что чистота, нечистота, это все серьезно, это все связано одно с другим. И человек должен соблюдать определенные правила. Пока в этом мы видим крайне мало чего-то нравственного. Да, это скорее правило о том, как надо себя вести с мертвыми телами или там с какими-то другими случаями ритуальной нечистоты. Но со временем, наверное, будет проще от этого перейти к тому, что в служении пророков будет явлено, что нечистота – это прежде всего то, что исходит из сердца человека, и потом оно будет в Евангелии, вот это учение развернуто в полный рост. Но для начала просто хотя бы понять, что бывает чистое, бывает нечистое, и это все серьезно. Это не игрушки, это то, что человека отторгает от Бога, отторгает от Божьего народа. Ну, и дальше будут опять истории про переход через пустыню, про ропот, волнение, про столкновение с разными народами. Ну, 20-я и следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok